Друзья, всем привет! В этом видео мы поговорим о том, как победить, как напрочь уничтожить свои нервы перед футбольной игрой, перед важным ответственным матчем. И что самое главное, сделать это еще до стартового свистка. Очень многие футболисты и молодые, и более зрелые по разным причинам испытывают моральные неудобства и какие-то психологические проблемы в плане их подготовки, в плане уверенности или неуверенности и так далее. И это очень сильно сказывается на качестве их игры. И из-за этого они в основном не смогут и не могут показать свой максимум. Так давайте же разберемся, что нужно сделать, чтобы отмести все эти проблемы и выступать на должном высоком уровне. Во-первых, я бы советовал вам хорошо и плотно так, ну, правильно поесть перед игрой, как минимум за полтора-два часа до игры, до сбора команды, чтобы во время игры, на разминке, да и так далее, вас не отвлекали мысли о голоде и так далее, о том, чтобы вам хотелось перекусить, например. Также я бы советовал накануне игры хорошо выспаться. Это время зависит от каждого, это все индивидуально, но я бы советовал спать в среднем от 8 до 10 часов. Если какие-то, да, если была предигровая тренировка достаточно энергозатратная, если вы на ней устали, то можно поспать и 9-10 часов, но главное выспаться и почувствовать себя хорошо. Опять же, время сна у каждого индивидуальное. У меня, когда я играл после нагрузок, да, предыгровых, в среднем 9 часов мне нужно было, чтобы выспаться. Также важно не переспать, то есть не поспать слишком много. Если вы спите по 12, по 13 часов, вы также подойдете к игре не в оптимальном состоянии. Следующий немаловажный момент. Вам нужно наладить коммуникацию и общение с вашей командой, с партнерами по команде еще до игры. И я говорю сейчас не о футбольных каких-то деталях, а об обычном общении. Если вы, допустим, собираетесь в раздевалке заранее, поговорите с кем-то из команды, наладьте диалог, та же самая коммуникация будет у вас и на поле, но уже посредством мяча. Но здесь вы наладили, да, взаимодействие, почувствовали, так скажем, плечо друг друга, даже в обычном общении, и вам будет гораздо проще войти в игру и почувствовать ваших партнеров. Пошутите. Хорошее настроение, оно только приветствуется перед игрой, но важно не расслабляться все же, чтобы был оптимальный, позитивный настрой на борьбу, на то, что нужно побеждать. Также на поле, на разминке, если вы перед игрой выходите, я бы советовал как можно лучше проконтролировать мяч в плане того, что нужно повести его, как-то почувствовать привидение, сделать как можно больше касаний, попробовать какие-то финты, какой-то дриблинг выполнить. Также я бы советовал выполнять те движения, которые предстоят вам на поле. Если вы играете, допустим, крайнего полузащитника, то потренировать передачи какие-то, навесы или прострел, нападающего, удары, защитника, также какие-то дальние выносы, дальние передачи, потому что эти действия вам будут необходимы на поле. Но тренировать я бы их советовал, чтобы справиться с психологическими моментами и с психологическими проблемами. Следующим образом, если вы выходите, допустим, вам отдают передачу и вы ее принимаете, но принимаете неудачно, принимаете неудачно там первый раз, принимаете неудачно второй раз, я бы советовал успокоиться и сделать еще несколько повторений до того момента, как вы начнете принимать уверенность. То есть вы все эти действия, я уверен, делать умеете. И поэтому нужно закончить именно на том моменте, когда у вас получится. А представляете, если вы, допустим, делаете какое-то техническое действие, и оно у вас не получается один раз, два раза не получается, и все. Вы уходите в раздевалку, да, и с такими мыслями, что если вот вы, да, подсознательно в вас уже это сидит, что если у вас это не получилось на разминке, то значит, наверное, не получится и в игре. Поэтому еще на разминке стараемся выполнить действия хорошо и эффективно. Ошибки – это не страшно, это абсолютно нормально. И очень важно это понимать. Не ошибаются только роботы. В футбол играют люди, поэтому ошибаются все. У меня был тренер, и я навсегда запомнил его слова. Он говорил, что в футболе, в конкретном матче, особенно в важном, выигрывает тот, кто ошибается меньше. Поэтому нужно себя подготовить к тому, что ошибки обязательно будут. Но важно постараться минимизировать их, а не думать над тем, что если, ой, вы ошиблись, все у вас из ног вон, в данном случае, если мы о футболе говорим, идет плохо. Если ошиблись, нужно в дальнейшем постараться сыграть хорошо и эффективно. Не получилось еще раз снова постараться. Если вы задумаетесь во время игры о своих ошибках и опустите руки, то, скорее всего, вы допустите подряд еще и 20, и 30 ошибок мелких, возможно. Но лучше вы играть не станете. Поэтому, если допустили вдруг ошибку, забыли, настроили себя и постарались сыграть хорошо. Следующий совет касается больше взрослых футболистов. И он относится к тому, что нужно забыть обо всех проблемах жизни на время игры, на время важного матча. Это могут быть какие-то нюансы с кредитом, с платежками, с банками. То есть, все то, что морочит вам голову в жизни. Если вы будете думать об этом во время игры, это никакой пользы не принесет. Также есть один такой небольшой нюанс, как взбодриться и как привести себя в оптимальную форму перед самым выходом на поле. Ну, общепринятая практика, очень распространенная, что кто-то нюхает нашатырь, нашатырный спирт, и это раздражает рецепторы и взбодрит в состоянии стресса некоторого вводит организм. Но я бы советовал также, например, сходить просто умыться как-то холодной водой, особенно если жарко. И это также поможет и взбодрит вас. Абсолютное молчание в раздевалке перед игрой, на мой взгляд, это плохо. Как мне кажется, это равносильно тишине перед казнью. Все сидят, каждый в своих мыслях, задумались. Лучше как-то разрядить обстановку немного, возможно, шуткой. Обязательно нужно подбодрить парней, подбодрить команду, подбодрить своего лидера, капитана. И от капитана должна исходить такая же энергия. И если даже сидят на замене, кто-то ждут своего выхода, ребята, рядом с ними проходит игра, похвалить как-то в отдельных эпизодах своих партнеров по команде. Это только плюс. Не давайте себе конкретных задач. Не думайте ни о поражении, ни о победе. Старайтесь максимально хорошо сыграть в каждом эпизоде. Выложиться на 100%. Не нужно там себе загадывать, забьют 3-4 гола. Получится, получится. Выкладываемся в каждом моменте и стараемся выжать максимум из каждого эпизода. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если это действительно так, не забывайте подписаться на наш канал, если вы здесь впервые. Поставьте под этим видео лайк, мне будет приятно. В комментариях напишите, на какие еще темы вы бы хотели смотреть наши ролики в дальнейшем. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok